Витископ Мы не можем заглянуть в мозг Игорю Коломойскому, но у него была мотивация сделать интересный чемпионат, чтобы несколько клубов, которые финансируются им же, создавали вот эту вот лигу. И под созданием лиги имеется в виду то, что они создавали бы какой-то там коммерческий потенциал. В 2009 году, когда вся эта суперлига создавалась, тогда как раз все говорили о том, что мы будем работать над созданием коммерческого потенциала. Прошли годы, но в итоге, по большому счету, ничего не произошло. Те профессионалы, которых нанимала лига, они, ну, скажем так, не стали профессионалами, которыми вывели бы баскетбол на какой-то новый уровень. Что касается клубов, то мы имеем дело, к сожалению, это беда генеральных менеджеров. У нас каждый клуб поступал как? Мы собрали команду, мы подписали американцев, мы подписали каких-то украинцев. Все, мы готовы играть, начинаем играть. Смотрим так, о, зал забился, да, там 500-600 человек есть. Все, отлично поработали. Но на самом деле, если посмотреть глубже, то, ну вот, например, взять условно, там, Ивано-Франковскую Гаверлу. Кто в Украине знает о том, что Гаверла – это баскетбольный клуб без Ивана-Франковского? Ну, максимум, да, скажут, Гаверла – Ужгород, да, потому что футбольная команда ужгородская есть. Плюс еще один важный момент – то, что мы потеряли Донбасс. Азовмаш, БК Донецк. И опять-таки, да, возвращаясь к мотивации Игоря Коломойского, мы потеряли, он потерял каких-то соперников, да, ключевых. И по большому счету сейчас Суперлига превратилась в то, что когда-то с тобой представляла женская лига. 10 команд, все финансируются из одного кармана, играют как-нибудь. руководители не стремятся сделать что-то лучшее, потому что, ну, мы получаем деньги, нам хорошо, да, мы комплектуем команду, жить можно. Прогресса никакого нету, естественно, украинский баскетбол в таком виде жить просто дальше не может.